В начале этого года Министерство юстиции США подала гражданский иск против концерна, так как подозревает его в нарушении американского закона о чистоте воздуха. Фольксвагену грозят штрафы на сумму до 45 миллиардов долларов. На днях стало известно о новых расследованиях Министерства юстиции США. Оно выясняет, нанесен ли ущерб кредиторам при финансировании автоконцерна, а также нужно ли налагать на Фольксваген штраф за налоговые льготы, которые тот получил за якобы низкий уровень вредных выбросов. Подобные иски рассматриваются и за пределами США, во Франции и Индии. Сообщается, что и в самой Германии несколько банков и других финансовых институтов намерены подать иск на Фольксваген из-за ущерба, нанесенного инвесторам. Ситуацию усугубляет тот факт, что у концерна до сих пор нет технического решения проблемы. Поменять злополучный софт Фольксваген, конечно, в состоянии, но сделать более экологичными двигатели, которыми оснащены уже проданные автомобили, пока не может. Автомобили с дизельными двигателями, которые немецкий автопром всегда позиционировал как передовую технологию, на американском рынке стало продать практически невозможно. Теперь на одном из важнейших авторынков немецкие автопроизводители вынуждены догонять японских производителей, давно сделавших ставку на гибридные технологии. Выхлопной скандал негативно отразился на продажах на американском рынке и недизельных моделей Фольксвагена. В то время как в США другие производители добились за последние месяцы существенного роста продаж, продажи немецкого автоконцерна остаются на прежнем уровне, а то и сокращаются. Кроме того, за пределами американского рынка пострадали принадлежащие концерну бренды, такие как Audi, Skoda и Seat. А американское экологическое ведомство стало пристально присматриваться к дизельным автомобилям и других немецких производителей, в частности, к Мерседесам. Как отмечают аналитики, скандал повлиял на бренд Made in Germany и привел к имиджевым потерям для всего немецкого автопрома.